Следующая неделя в школах Сургута и всей страны начнется с торжественного поднятия государственного флага. Церемония намечена на утро понедельника, перед первым уроком и станет традиционной. В каждом образовательном учреждении сформируют знаменные группы. Роли доверят тем школьникам, которые имеют достижения в учебе, спорте, творчестве и общественной жизни. Во многих школах города флаги России, Югры и Сургута уже были, минувшим летом закупили флагштоки. Также в школьной программе этого года новый предмет. Разговоры о важном. Первое занятие 5 сентября. Какие темы станут основными? Будет ли разница в материалах для первоклашек и выпускников? Как образовательные учреждения готовили к новому учебному году? Об этом и не только мы говорили с заместителем главы Сургута Анной Тамазовой. Рубрика «Новости главные» – комментарии продолжит выпуск. Анна Николаевна, сейчас уже финишная прямая перед новым учебным годом, перед первым сентябрем. Я знаю, что было немало сделано в чести приведения образовательных учреждений в порядок. Ремонт, где-то капитальный ремонт, где-то косметический ремонт. Расскажите, какие объемы охватили. В этом году все ли школы уже завершены и готовы принять ребят 1 сентября, скажем, в свои стены? Действительно, подготовка к началу учебного года – это достаточно масштабная и длительная кампания. Она включает не только ремонтные работы, это всегда и обновление материально-технической базы, новое учебное оборудование и подготовка пищеблоков, обновление торгово-технологического оборудования, продолжение работы по именно антитеррористической защищенности объектов. И, конечно, такая ключевая задача – ремонтная кампания. В этом году было выделено более 200 миллионов, 18 объектов – это был текущий капитальный ремонт. Конечно, самое ключевое и масштабное – это дошкольное учреждение «Гусельки», которое закрыто сейчас на капитальный ремонт. Ну и 12 школ, 6 дошкольных учреждений – это традиционно такие точки внимания, как кровли, где-то переоснащение и еще в связи с изменением назначения учебные кабинеты. Поэтому хочу сказать, что приемка уже проведена, все образовательные учреждения готовы к началу учебного года, приобретены учебники. Достаточно серьезно по тем задачам и востребованным программам доп. образования обновлена материально-техническая база в ряде учреждений и цифровое оборудование, интерактивное оборудование, цифровые лаборатории. Поэтому с учетом тех задач современных и ежегодного обновления уже много лет город нацелен на то, чтобы в образовательных учреждениях создавать и школьные технопарки, и такие современные лаборатории, которые имеют такое назначение не только образовательного процесса, учебных предметов, как физико-химия, биология, но и очень мощно работают на реализацию программ дополнительного образования. Поэтому хочу сказать, что все учреждения, резюмируя, в части именно материально-технической базы готовы. С точки зрения приема детей, да, это еще одна такая серьезная и важная задача. Хочу сказать, очередной рекорд для Сургута. 58 тысяч с половиной в этом году сядет за парты в школах Сургута. И снова рекорд по первоклассникам. Поэтому к приему готовы. Конечно, мы анализировали, делали прогноз ожидаемое число. И поэтому и проект числа классов предварительно готовили. В этой части прием продолжается до 5 сентября. И пока справляемся с нагрузкой. В этой части нам, конечно, помогло еще завершение строительства и введение двух новых зданий. Нововведения, с которыми мы заходим в этот учебный год, касаются всех школ нашего города и всех классов. От 1 до 11. Такое первое – это еженедельное поднятие флага Российской Федерации, исполнение гимна Российской Федерации. Закупили ли уже наши государственные символы для всех образовательных учреждений? И Ирина Павловна Замятина, руководитель департамента образования, говорила, что на честь и поднимать флаг будут удостойны только лучшие ученики. Как вот этот отбор будет идти, конкуренция между ребятами? Не переживаете на эту тему? Ну, сначала к теме обеспеченности. Вообще все, что касается государственной символики, это всегда было обязательным условием в образовательных учреждениях. Это очень важная составляющая патриотического, гражданского воспитания. И они были флаги обязательно и Российской Федерации, и Югры, города. Сейчас вот в связи с введением новой такой традиции дополнительно за лето приобрели и флагштоки для проведения уже этой церемонии очень ответственной и торжественной. И не переживаю, потому что в каждой школе список ребят, которые достойны участвовать в этой церемонии, ну, точно хватит даже для ежедневного проведения этой церемонии. Ну и потом такие традиции всегда были в городе с точки зрения приглашения лучших. Ну вот был день флага в городе, совсем недавно отмечали выпускники лицея Хисматулина, победители конкурсных отборов российского уровня, именно военно-патриотических игр. На праздник десятилетия детства, да, и День защиты детей тоже отбирали ребят, которые представляли город на важных спортивных там состязаниях победителей, первенства по шахматам и музыкальных фестивалях. Действительно, ну вот абсолютно каждый талантливый, можно заслужить такое право в каждом учреждении, поэтому регламент есть, понимание есть, и думаю, что для ребят это будет действительно такая честь, стать участником такого торжественного поднятия флага и тем самым еще раз подтвердить свои достижения. Еще одно нововведение – это внеклассные часы, как… Дополнительные, да, уроки под названием «Разговоры о важном». О чем о важном будут говорить? Тоже ведь ребята с первого по одиннадцатый класс будут в этом принимать участие. Что это за занятия такие? Разработаны уже и методические рекомендации, и рекомендации по формированию этих занятий. Что важное? Знаете, что символично, у нас ведь в городе тоже был реализован в свое время проект «Главные слова», и мы муниципалитет, который в числе первых внедрил такую программу «Истоки». Что для нас важное? Родина, семья, ценности, история нашей Родины, герои нашей Родины. Собственно, тематика, она с первого по одиннадцатый – это одинаково, потому что ценности, которые мы воспитываем вместе с родителями – День матери, День отца, День России, День народного единства – это и есть те события, вокруг которых будет идти разговор. День знаний, юбилеи великих писателей и драматургов, художников. Но что важно, если мы посмотрим эти методические рекомендации, в зависимости от возрастных особенностей, это формат проведения. Это не скучные беседы в классе и там монолог одного о том, как надо делать. Это как раз и различные форматы, и игры, и квесты, и диалоги, и встречи, и выставки. Ну, то есть формат, он зависит, конечно, от возрастных особенностей и от тематики, которая задана. Поэтому, если мы посмотрим перечень этих важных тем и важных событий, то как раз это те ценности, те традиции, сохранение которых мы сегодня говорим и на которые нацелена и программа воспитания, введённая в прошлом году, и то, что будет усилено в этом году в связи с более активным приобщением государственной символики. И вот эта тематика важного – это те наши общечеловеческие ценности. Здесь можно выделить таких три блока – патриотическое, гражданское, экологическое. То есть то, чему точно надо научить детей не только правильно оценивать, сохранять, но и быть активными участниками этого процесса. Вы уже упомянули, что перед началом учебного года работали над усовершенствованием материально-технической базы. Анна Николаевна, появились ли какие-то инновационные подходы в этой части в этом году? Может быть, где-то мы увидим классы с какими-то гаджетами, которых раньше в наших школах не было? Ну и, соответственно, форматы уроков, может быть, меняются в зависимости от этого. Я уже говорила, что в рамках подготовки к началу учебного года действительно учреждения стараются приобретать новое оборудование не ради того, чтобы новое приобрести, а учитывая специфику основной образовательной программы, те особенности профильных классов, например, которые реализуются. И напомню, что у нас уже есть 10 школьных технопарков. И очень важно, что наше образовательное учреждение это движение продолжает. Вот наметили еще три новых школьных технопарка приобрести. И говорила уже, что целый ряд нового оборудования и в 31-й школе, и в 9-й школе связаны с цифровыми лабораториями. И задача-то как раз в том, чтобы использовать это оборудование и во внеурочной деятельности, в дополнительном образовании. Очень радует, что в городе предоставлена возможность заниматься дополнительным образованием здесь же, в здании, минимизируя там передвижение детей. И главное, старались, когда учреждения и формировали вот эту сеть технопарков, чтобы она была доступна еще и рядом расположенным учреждениям и по разным назначениям. Поэтому такие новые оборудования и лаборатории есть. Интересно, новое оборудование приобрела 9-я школа, связанная с изучением ЮГРЫ. Новый класс, связанный с генетикой, совместно с Ургутским государственным университетом. Ну и виртуальный педагогический класс, вот с Ургутским педагогическим университетом. То есть вот эта задача объединения ресурсов и создания вот таких новых форматов работы, новых направлений, она требует и обновления материально-технической базы. Вот, например, технопарк, который в прошлом году получила у нас гимназия-лаборатория Салахова, они как раз вот тоже связаны с развитием новых направлений, связанных там и с генетикой, с биологией, с химией и так далее. И, конечно, стараемся приобретать то оборудование, которое будет иметь возможность, такие вот непрерывность образования и сопряженность с темами, направлениями, которые развивают наши университеты.